Всем здарова, народ, с вами Вова, и сегодня мы с вами снова продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Real World, на самом лучшем гриферском сервере для ПК, да. И сегодня я взял интервью у Декса, да, поздоровайтесь, господин. Всем привет. И сегодня я буду брать интервью Декса, как было с Evil Pro. Кто не смотрел, подсказка справа, там, может, посмотреть прошлое интервью. И в этом интервью я так буду, Дексу лучше буду задавать 10 вопросов, посмотрим, как он ответит на них, и посмотрим, что из этого уедет. А какие вопросы были, смотрите дальше в видео, а мы начинаем. Погнали. Первый вопрос. Как ты познакомился с Evil Pro, и как ты с ним, в общем-то, начал играть впервые в Майнкрафт? Ну, в принципе, как говорил Evil Pro, мы с ним знакомы с раннего детства. Познакомились мы с ним из-за того, что у нас родители друзья. И так мы с раннего детства, можно сказать, с рождения с ним общаемся. А играть в Майнкрафт мы начали именно совместно. Когда впервые он приехал ко мне с ноутбуком, мы там через Хамачи, старую, добрую, как-то без лицензии смогли запустить мир, где мы могли играть вдвоем. После чего мы начали играть, после чего я нашел такой сервис, как Атернос, и уже с ним было легче играть вдвоем. И, по-моему, первый ролик, если не ошибаюсь, это Один Чанг. Это, правда, не точно, но Один Чанг, где мы записались с ним через Атернос. Ну, в принципе, вот так вот и по сей день с ним до сих пор играем. Уже перешли на Рилли Ворлд, и, в принципе, вроде как нормально все. Впечатляет, господин. Второй вопрос. Ты как узнал о сервере Рилли Ворлд, и как ты нашел этот сервак? О Рилли Ворлд я узнал, первые слова о Рилли Ворлд я еще слышал в году так 17-м, когда только вот был популярен Домир, который снимал, по-моему, краши серверов школьников, похожих на ютуберов там. И также он снимал на своем стареньком Рилли Ворлде, который был вообще не похож на нынешний. Я о нем узнал, но играть не стал, потому что тогда не особо умел. И вот начал играть, можно сказать, постоянно, может быть, годик назад. Вот сегодня мы зашли и начали потихоньку развиваться уже. Как пять или шесть вайпов играем на Рилли Ворлд. Третий вопрос. Ты, когда первый играл в Майн, то ты что имел больше всего лучше? Лучше копать, строить, пвп-хататься? Что ты из этого? Ну, когда я первый раз зашел в Майн, первый мой добытый блок это тыква. Ну, про пвп тут и речи не могло идти, потому что я был мелкий. И, в принципе, ну, там даже наводиться нормально на мобов не мог, в каком-то пвп с игроками. Ага, поэтому мое любимое, в принципе, это было строить и выживать, в принципе. Там добывать всякие роды, вот это все, копаться в шахте. Четвертый вопрос. Насколько у тебя куплено оборудование, комп, монитор, микрофон, все, и наушники, так, вместе взятых, если взять? Ну, смотри, я все недавно вот купил компьютер за 50 тысяч, потом и монитор за десятку, это в сумме уже 60 плюс-минус. И потом у меня есть звуковая карта и микрофон, в сумме они дают тоже тысяч 10. Клавиатура, мышка, коврик, веб-камера тоже в сумме дают тысяч 10-15 и того. Ну, точно 100 у меня оборудования, думаю, наберется. Больше-меньше, примерно вот столько. Какая видеокарта? На GTX 1660, супер. На 16 гигабайт, а? На 8, нет, да, на 8, на 8. Пятый вопрос. Ты как помог Evil Pro создать клан? И что ты думал по поводу клана? Итак, добавлять в других союз, других сокомандников создавать? И сделать из них свою армию клана? Ну, вообще, изначальная идея создать клан была у Evil Pro. После того мы как-то забыли про это и недавно я ему напомнил про это. Мы создали начальную версию клана и, в общем-то, после чего мы загорелись прям желанием создать клан. И Evil Pro, можно сказать, сам создал клан, вот начальный. И в нем была только звонилка и из тех своих каналов только основное. После чего мы с ним вместе, там, в Дискорде, вечером сидели, создавали там разные роли, записывали правила, придумывали, придумывали там вот всякие каналы. И вот так вот постепенно-постепенно у нас начал расти клан. После чего вот первые соклановцы, бывшие, это 1P5DG и Крэйзи Пупсик, которые сейчас находятся, к сожалению, в ЧС клана, много помогли с кланом. Там расширили, добавили в майне там денег, чтобы создать его на первый вайп. После чего к нам присоединился Стерлинг. Он нам тоже начал помогать и сейчас Стерлинг у нас техадмин, который отвечает за работу клана в Дискорде. То есть там сам добавляет, убирает текстовые каналы, а также отвечает на заявки и проверяет читеров. Там она у вас очень проверщик на читов. Шестой вопрос. Ты с Эвилом когда-то ссорился или ругался в жизни? Если ругался или ссорился, то вы когда-то расставались на время так? Ну, ругаться-то мы когда мелкие были, мы часто ругались довольно-таки. Там когда что-нибудь поделили, какую-нибудь игрушку или там я хочу, допустим, поиграть в одно, он хочет поиграть в другое. Это было, но чтобы переставали общаться там на время, такого не было. Седьмой вопрос. Ты какие-то игры еще играешь там на компе, на плейстейшене, на телефоне там, если да, то какие? Ну, на компе я играю, вот есть Мафия 3, в нее играю. Потом играю в КС-ку и есть такая игра прикольная, Тирдаун называется, тоже там тип Майнкрафта, но прикольная. А на телефоне Бравл Старс и... да и все, в принципе. Восьмой вопрос. Ты в Майнкрафт, когда начал впервые играть, ты умел что-то? И какие были планы на будущее там? И как ты вообще развивался, что до такой степени, что участвуешь на такой профиль, если так можно сказать? Ну, в целом, я даже не верил то, что достигну хотя бы 100 подписчиков. Когда я мелкий был, я создал свой первый канал, которых у меня было 6. Создал первый канал, но там... О популярности могла идти речь в 8 лет, когда я не умел не монтировать, не в принципе нормально, даже камеру поставить не мог. После чего я забросил это дело, посоздавал каналы, которые в итоге не велись и просто пустыми лежали. После чего я создал канал Zevit, его удалили, к сожалению. И на нем я набрал свою первую сотню. После того, как его удалили, я впал небольшой в тильт, но спустя, там, может, месяца-два, я решил создать канал, с которым мне... С названием которого мне помог Evil Pro, вот, Dex. И потом потихоньку я набирал первую сотню подписчиков, вот если бы не собрать, месяцев 9. Но если что, в описании на моем канале все есть, когда я набрал каждую сотню подписчиков. Вот так вот. И вот, набирать популярность я начал только после того, как выстрелил ролик, точнее, Домер выложил ролик с моим другом Evil Pro у себя на канале, где он задонатил ему деньги. И последнюю сотню я вот добивал своими усилиями, но тоже не без помощи Evil Pro. Девятый вопрос. Когда ты попал на Real World, ты умела там хорошо поупехаться, драться, строить? И когда ты успел себе взять донат? Ну смотри, при первом моем заходе на Real World я вообще не шарился о тематику грифа, не умел ни драться, ни строить вот такие подземные базы. Я думал, это обычное выживание поначалу, и строил базы наверху, на поверхности, но меня вот часто грифилили. После чего мне это надоело, и я ушел с Real World, потому что я был обычным игроком. После этого я взял себе три донат-кейса, с которых мне выпало Венгер, и вот оттуда все понеслось, и вот как видишь, я уже драгон. И в принципе, более-менее я шарю за БЛП, шарю за гриф тематику. Ну и вроде пока что все нормально, и пока что я собираюсь дальше играть на Real World, ну посмотрим, как дальше там ляжет книга. И финальный, десятый вопрос. Девушка есть? Я знаю, ты задавал этот вопрос в Real World, нет, у меня нету, к сожалению, девушки, пока что. Хотел бы иметь? Ну, пока я таким желанием не горю, может через годик-через два. Как и я, да? Ну шо ж, ребята, вот такие вопросы у нас были, когда я задавал их Дексу, вы с вами слышали все. Ну, короче, давайте, на этом все. С вами был я, Вова и Декс, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, также на Дексу, ссылка в описании. И напишите в комментариях, кто он, с кем мне еще взять интервью из нашего клана. Там еще осталось я, Тимка, Камегас и Стерлинг. Напишите в комментариях. А там все, с вами был Вова и Декс, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал. Всем пока! Пока-пока.